Аллилуйя, друзья! В последнее время я начал замечать, что нас становится как-то меньше. Вы не заметили? Заметили? Об отпуска все уехали. Ну да, действительно. Если вы знаете, что ваш брат или сестра, кто-то, кто давно ходил с вами в служение, почему-то не приходит, я, знаете, что вас попрошу, позвоните ему. Спросите, может быть, там что-то происходит в жизни, а мы не знаем. Может быть, нужна какая-то помощь или какое-то участие в жизни другого человека. Поэтому вы же понимаете, что ни пастырь, ни служители, они могут знать всех. Но вы общаетесь с людьми. И поэтому, если вы давно кого-то не замечали рядом, заметьте, позвоните, может быть, посетите или послужите такому человеку. Аминь. Коротко помолимся с вами. Благословен ты, Господь, Который дает нам слово. Благодарим тебя, Господи, что ты насыщаешь нас. И мы благодарны за это насыщение. Ты добрый Господь, обративший лицо свое к нам и служащий нам. Мы просим, наставь нас через это слово. Покорми нас, Господь. Мы нуждаемся во имя Ишуа Мессии. Аминь. И сегодня я хотел бы поделиться тем, что Господь полагает мне на сердце, то, о чем я размышляю в последнее время. И я очень благодарен, что Бог меня ведет в этих размышлениях, потому что я по-новому могу увидеть некоторые места Писания, оценить их по-новому. Поэтому я хочу поделиться с вами этими откровениями. И прежде всего я хотел бы коснуться вопроса вот этих вот внутренних связей, которые есть между нами. Вы знаете, что между нами есть связи? Да? Мы называем даже друг друга братьями и сестрами. Как-то так случилось. Брат, сестра. Но само по себе это понятие, оно подразумевает, что между нами есть какая-то невидимая нитка, которая нас с вами связывает. И есть в Писании очень много образов, которые иллюстрируют эту связь. Это не просто клуб по интересам, это не просто мы увлекаемся каким-то хобби. Чем вы увлекаетесь? Религией. О, как интересно, поделитесь. Мы не имеем что-то подобное в виду. Мы говорим о некой такой более глубокой, более качественной связи. И Писание шикарно, я считаю, выражает это в образе тела. Вы слышали эту аналогию? Мы и тело Христа. Вообще, есть очень много хороших книг, и я вам настоятельно рекомендую для изучения, которые вот разбирают о том, как община верующих связана друг с другом как тело. Иисус или Ишуа наша глава, есть кости, на которых все держится, есть мышцы, есть связки, есть кровяная система, нервная система и так далее и тому подобное. И всему этому дается определенное толкование. И мы знаем, что Писание также учит нас об этом, что есть органы, которые кажутся некрасивыми, но мы о них больше всех заботимся. Есть те, которые красивые, мы стараемся их показать. Но если болит даже самый маленький мизинчик или самый дальний зуб, который мы никому никогда не покажем, то все тело чувствует это. Не может спать и не может иметь мира и покоя. Шикарная иллюстрация. Настоятельно рекомендую вам узнать об этом побольше. Но я хотел бы немножко коснуться немного другого примера. И я верю, что нам будет полезно посмотреть на эту связь, о которой мы говорим, с другого взгляда из Писания. И начнем мы сегодня из Евангелия от Иоанна 6 главы 31-35 стиха. Иоанна 6, 31-35. Итак. Господи, подавай нам всегда такой хлеб. И Иисус же сказал им, я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Очень интересное место. И мы достаточно часто говорим, Иисус наш хлеб. Хлеб жизни. Многие церкви так себя называют. Различные направления в христианстве. Иисус хлеб жизни. Мы представляем такую буханку хлеба. Такую, которую вытягивают с печи. Она такая с хрустящей корочкой посыпана чем-то вкусным. Запах разносится везде. И нам хочется ущипнуть оттуда кусочек. Вот так мы представляем этот хлеб, который сходит с неба. Такой великой пищей. Чем-то особенным. И если мы посмотрим вообще на вот этот вот отрывок, который мы прочитали, мы увидим, что в общем-то, говоря о хлебе, Иишуа ссылается на хлеб, который приходил так же когда-то от Господа. На ман или манну, которую мы с вами знаем. И она не выглядела как пушистый хлеб. Она скорее выглядела как такое зернышко, которое было рассыпано. Я не знаю, какая она была на вкус. Не написано в Писании. Еврейские мудрецы рассказывают интересно, что для каждого человека она имела свой вкус. Иными словами, ты мог взять, сделать какую-то лепешку из этой манны и спечь ее, и попробовать и сказать, как хорошо, напоминает мне вот это овсяное печенье, знаете, вот что-то такое. Другой попробует, скажет, не-не, были такие пряники в советское время, северные или как их там называют, вот что-то такое. Третий скажет, нет, 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 я помню, это вот как моя хала, вот мама пекла халу когда-то, вот точно такая. Так говорят мудрецы. И в этом был как бы особый такой секрет благословения этой манны. Представьте, 40 лет ее кушаешь и не надоедает. Почему? Потому что Бог вот сделал такое чудо. Она была различного вкуса, но ее полезные свойства сохранялись в любом случае. Это еврейская традиция, Писание об этом не говорит, но согласитесь, было бы неплохо. Правда? Ну а почему нет? И Ишуа, говоря о хлебе, он говорит о том, что я похож вот чем-то на ту манну. Я похож на тот хлеб, который сходит с неба. Он обращается и говорит, что, в общем-то, природа манны, вы помните, она была какая? Сверхъестественная. Нету таких облаков, которые бы производили манну. Я думаю, что если бы были, то я думаю, что каждое государство было бы очень счастливо иметь в своем распоряжении несколько таких облаков. Правда? Это очень удобно. Можно, в принципе, не работать. Ну как, более-менее. Но тем не менее, ты вышел на улицу, насобирал манны, и все вопросы голода решены. Можно торговать этими облаками. Очень интересно. Итак, явление манны само по себе было явлением нелогичным. Это не было что-то, что природой было оправдано или как-то, ну, просчитано. Это было сверхъестественное действие. И все это было огромным чудом, в котором 2 миллиона человек жило постоянно. Вы только представьте, город Одесса, 1 миллион. Добавим еще один, будет 2. И вот эти 2 миллиона человек 40 лет живут в таком чуде. Периодически мы можем читать новости и видеть, что чудеса бывают, когда что-то падает с неба. То рыба падала. Читали такие новости, да? То, ну, просто вихрь поднял какой-то став, там, где рыбу разводили, и раскидал ее по округе. Вот рыба и падала. Но это бывает один раз, не постоянно и не везде. Ну, случается. Здесь же случалось 40 лет. Итак, люди живут во время чуда. Вы хотели бы жить во время чуда? Скажите, как вы считаете, ваша вера была бы сильна, если бы вы жили в постоянных чудесах? Многие считают, что да. Если бы Господь явил чудом, если бы в моей жизни никогда не заканчивались деньги, если бы я там делал вот это, вот это, если бы моя одежда не ветшала, если бы обувь не снашилась, если бы мы не болели, я бы точно верил в Господа. Но я вам хочу сказать, вот 2 миллиона человек живут в чуде и живут в постоянном каком-то брожении, в постоянном каком-то состоянии отступничества. То нам несет, то не то. Такой, знаете, синдром старухи у разбитого корыта. У нас есть Господь, Который мы пытаемся управлять. И Моисей, как дед, которого посылают и говорят, иди поговори с ним. Что это такое? Мы же народ, мы же такие, мы же сякие, пускай мы хотим, мы требуем. В конечном итоге мы понимаем, что невозможно заставить Бога. Невозможно взять Его в свои условия, в свои рамки. Он делает то, что считает нужным. Итак, вкушая манну, люди жили физически, но это не делало их совершенными людьми. Это не делало их уникальными людьми. То есть, через очень короткое время чудо, оно потеряло свою чудесность, свое волшебство, свое очарование. Чудо стало просто обыденной жизнью, текучей жизнью. В нем рождались, в нем умирали. Это было чудо. Это была манна. Итак, она позволяла двигаться к определенной цели. Манна была ресурсом, которая давала силы двигаться куда? В землю обитованную. В землю, в которую Господь желал привести свой народ. И мы понимаем, что манну, как явление, произвел не Моисей. То, с чего, в общем-то, Ишуа и начинает. Он говорит, что не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. То есть, Бог посылает эту пищу. Если мы посмотрим на Писание, друзья, если мы возьмем ту часть, которую не всегда мы любим с вами читать, которая называется у нас Ветхий Завет, а правильно называть ее Танах, то мы увидим, что вообще центральная идея всей этой вот большей части нашей Библии состоит в том, чтобы выразить идею Исхода. Все события, которые происходят в Танахе, они происходят вокруг события Исхода. Исход, некое действие, которое выводит людей из рабства и приводит их в определенное место свободы и благословения. Там по дороге они получают закон, они получают заповеди, они заключают с Господом Завет и учатся расти в этом Завете. Если вы почитаете пророческие книги, вы увидите, что все пророки танцуют вокруг этого события. Все пророки говорят и обличают людей в том, что они забывают те заповеди, которые были даны им во время Исхода. И снова и снова Писание возвращается к этой идее. Рабами были мы, но Бог сделал нас свободными. Это ось, вокруг которой крутится все поклонение, все почитание Бога. И если мы посмотрим в Новый Завет, друзья, в ту меньшую часть книги, которая есть у нас в Библии, мы увидим, что тема духовного исхода является также основой всего того, что там написано. В центре становится Ишуа, как тот освободитель, который берет за руку тех людей, которые недостойны, тех людей, которые находятся в рабстве греха, и выводит их из этого рабства в Царство Божье, в некое обетованное место, о котором мы только слышим. Ведь согласитесь, друзья, мы с вами не очень много знаем о Царстве Небесном, правда? Но мы слышим о том, что это место хорошее, что там будет как минимум улица из золота, и будет дерево жизни, и будет хорошо, и будет там просто прекрасно. Все будут друг друга любить, болезней не будет. Примерно то же самое слышали сыны Израилевы, когда и выходили из Египта, правда? Посмотрите, вы выйдете, там молоко, мед, красота, но надо нам выйти. Итак, если продолжать эти образы, друзья, если продолжать эти образы, то мы с вами, вы, я, каждый из нас, и также те верующие, которые находятся по всему лицу земли, мы поколение исхода, мы люди, которые вышли уже из рабства, но еще не пришли в место обетования, мы люди, которые уже освободились от власти сатаны, мы сказали фараону прощай, но тем не менее мы не дошли еще до правильного места. Мы с вами находимся в пустыне. Наша жизнь, она подчас так выглядит. И вы знаете, пустыня, это место очень интересное. Многие говорят, о боже, я нахожусь в пустыне, и подразумевают под этим что угодно. От того, что у меня либо денег нет, либо все сложно, либо я не хочу менять свой характер, и непонятно что иногда подразумевается под понятием пустыни. Когда мы посмотрим на пустыню, с точки зрения Писания, мы увидим, что пустыня – это место формирования. Пустыня – это место взросления. Пустыня – это место, где народ становится народом, где заповеди обретают свою практическую осмысленность, где мы отходим от поверхности и приходим к глубине. Итак, Иешуа обращается к Иудеям и говорит «Я хлеб жизни». Хлеб жизни, который он предлагает, это также нечто особенное. Нечто, что способно поддерживать верующих людей в этом пути. Этот хлеб имеет также сверхъестественную природу. Но сам по себе этот хлеб не обеспечивает спасения для нас. И я поясню, что я имею в виду. Нам все же необходимо пройти путь до конца. Иными словами, ты, находясь в пустыне, мог кушать манну каждый день, но это не значит, что ты придешь в назначенное место. Это не значит, что все закончится хорошо для тебя. Кушали все, те, кто роптали и те, кто были согласны, те, кто бунтовал перед Господом и те, кто был послушен Господу. Но вошли те, кто следовали заповедям, вошли те, кто были постоянны в этом следовании, те, кто были послушны Богу. Итак, тем не менее, те, кто будут кушать этот хлеб, не будут ощущать голода. И его будет достаточно для того, чтобы этот путь был преодолен, как было достаточно манны. Давайте мы почитаем дальше. Довольно-таки интересный отрывок. Шестая глава Иоанна, сорок восьмого по шестидесятый стих. Написано следующее. «Я есть хлеб жизни». Ишуа говорит о себе. «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый. Сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я отдам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый отец, и я живу отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то и есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его слышат, о говорили, какие странные слова. Кто может это слушать? Я вам скажу, действительно, слушать это было сложно. Даже для нас с вами, тех, кто знает конец истории, тех, кто знает, как Ишуа был прославлен, кем он являлся, какие события происходили, для нас, тех, кто знает историю развития общины уже 2000 лет, мы можем делать больше выводы, но и тем не менее, для нас сложно прочитать и пояснить для себя эти слова. Тем более для тех слушателей, которые были во времена Ишуа. Вот стоит перед тобой мудрый парень, хорошие вещи говорит, но очень странные. Очень-очень странные. Что хотел сказать Ишуа? Что должны были услышать эти люди, которым он это говорил? Очень непросто это сразу понять. Тем не менее, слова кажутся понятными, смысл иногда может быть запутан. Мы знаем, что было продолжение. Продолжение было на Тайной Вечере. Вы помните это? Где снова была поднята тема крови и плоти. На Тайной Вечере, на последнем Седере, на самом деле, то есть это, знаете, христианская традиция называет Тайная Вечеря. Я вам скажу, ничего тайного в этом не было. Просто не было. Потому что это был обычный еврейский седер, на котором собрались обычные евреи для того, чтобы делать обычные для еврейского народа вещи. Но Ишуа в середине этого процесса начинает давать свое толкование тем известным символам, которые там были. И очень хорошо мы читаем об этом в 1 Коринфянам 11 главе. Мы не будем касаться конкретных стихов, просто для себя можете сделать пометку и почитать об этом более детально. Итак, он заповедует своим ученикам брать хлеб, брать плод виноградной лозы, вино, которое тогда было на Седере, и принимать их, вспоминая то, что он сделает для них, вспоминая его, вспоминая события, которые были связаны с его смертью, с его воскрешением, о котором они еще тогда не знали, что это произойдет в полноте, но узнали чуть-чуть позже. Итак, что мы можем сказать о хлебе, который сходит с небес? Какими свойствами он обладает? Давайте проведем небольшое исследование. Давайте посмотрим те факты, попробуем их сложить вместе, что мы узнали о хлебе, который сходит с небес. Прежде всего, этот хлеб является живым, и он сходит с неба. Живой хлеб, который сходит с неба. Что мы видим? Этот хлеб способен дать жизнь для мира. Для тех, кто будет его кушать, этот хлеб способен дать жизнь. Вот оно было мертвое и стало живым. Это хлеб, который оживляет. Дальше мы видим, что если человек возьмет этот хлеб, скушает, этот человек будет жить вечно. Он написано, не умрет вовек. Просто какая-то сверхъестественная штука, правда? Ты берешь кусочек хлеба, принимаешь, и ты не умираешь. Хлеб, который дает жизнь. Дальше мы знаем, что человек, который его кушает, будет иметь в себе вечную жизнь. И то, что мы говорили, он будет вечно жить. Он не просто не умрет, он вечно будет жить. Следующее. Человек, который его кушает, он будет воскрешен. Тоже такое интересное действие. То есть, с одной стороны, он вроде должен не умирать, а с другой стороны, он будет воскрешен. Но для того, чтобы воскреснуть, надо умереть, правда? И мы понимаем, что Ишуа говорит о смерти второй, о том эсхатологическом ожидании, которое было у народа Израилева. Он говорит о том, что смерть вторая, она не будет иметь власти над тем человеком, который возьмет этот хлеб и вкусит. Но, тем не менее, он переживет воскресение. То есть, такой человек будет участвовать в воскресении Божьем. Дальше, что мы видим, что Ишуа напрямую связывает этот хлеб со своей плотью, со своим телом. Он сравнивает этот хлеб с собою. Очень важно. И следующее, что не всегда мы можем заметить, Ишуа сравнивает общину с хлебом. Мы не часто говорим об этой аналогии, но, тем не менее, друзья, если мы говорим о том, что мы помещены в нем, как в теле, а он является хлебом, то мы можем посмотреть на свою жизнь и сказать, я маленькое зерно, из которого состоит этот хлеб. И чуть позже мы рассмотрим более подробно некоторые из этих понятий. Итак, вот что мы знаем об этом особом, сверхъестественном хлебе, который сходит с небес. Давайте пойдем дальше и немножко расширим некоторые категории, которые касаются этого понимания. Итак, что мы видим? Хлеб – это личность Ишуа, который отдает себя в заместительную жертву за нас. И если мы сравниваем первый исход из рабства Египта с тем вторым исходом, который свершил Ишуа, то он становится для нас этим ягненком, который был приносим в жертву, который был заколаем на седере, кровью которого помазали косяки деревьев. И мы и говорим с вами в определенное время, Пасха – наша Христос, заклан за нами. Песок, наш Песок – это Христос. Он делает выход из греха возможным в принципе, как явление, друзья. Если бы ягненка не было, исход не мог бы состояться. Нужен был агнец, нужен был ягненок. Итак, хлеб – это Ишуа, который становится для нас заместительной жертвой. И без Него наше спасение невозможно. Следующее, что мы видим – хлеб – это питание. Хлеб – это пища, которая дает нам силу для прохождения из пункта А в пункт Б. Из рабства греха в царство возлюбленного Божьего Сына. Он является тем, кто питает нас, кто заботится о нас. Если вы хотите, это аналог Божьей манны, которая появляется в нашей жизни каждый день, которая выпадает вокруг нашего стана, и мы ответственны за то, чтобы прийти, взять кувшин и насобирать ее для себя и своей семьи. И вы знаете, что природа этого явления, она также сверхъестественна. сверхъестественна. Мы говорим о той поддержке, которую Господь оказывает нам через свое слово, через служение Духа Святого, через служение внутри общины, каждого члена общины, через то, что мы поддерживаем друг друга, мы служим друг другу дарами, которыми Господь нас благословил. Все это является проявлениями Божьей манны, которая дает нам силы для того, чтобы пройти в царство, которое Господь приготовил для нас с вами. Манну нужно собирать каждое утро. Это обязательно. И вы знаете, что нельзя было выделить людей и сказать, вот это вот люди, ответственные за манну. Если ты хотел насобирать, выходи, если ты хотел кушать, выходи и собирай. Не мог Моисей насобирать для всех. Он был занят тем, что заботился о своей семье. Нельзя было каким-то старейшинам этого общества насобирать и потом раздавать его, эту манну всем. Каждый имел ответственность. Каждый должен был позаботиться о своей семье. Мы понимаем, что если нет пищи, наступает в пустыне голод. В пустыне прокормиться 2 миллионам людей нереально. То есть нужно заниматься либо огородом, либо какой-то охотой. Но вы понимаете, что будет, если 2 миллиона человек выйдет на охоту. Один раз это получится, но только один раз. Потом все звери будут просто в ужасе и никогда не будут приходить в вашу пустыню. Итак, манну нельзя насобирать много. Ее срок годности до утра очень быстро заканчивается. Это был хлеб, который был доступен в конкретном месте, в конкретное время для конкретных людей. Друзья, это очень важно понимать. Манна, которая выпадала в пустыне, была доступна в конкретном месте, возле стана. Для конкретных людей, для тех, кто жил в этом стане и в конкретное время, когда солнце подымалось. То есть нельзя было пролежать до обеда, ну разве что ты планировал поститься. Ты должен был вставать утром и выходить и собирать. Итак, никто из врагов израильского народа не мог кушать манну. Знаете почему? Потому что они были врагами. Представьте, на что это похоже. Когда филистимляне приходили и говорили, мы хотели бы манны, пойдем-ка нас собираем. Евреи собирают, и мы будем собирать. Приходят, а там евреи. А те смотрят и говорят, ну ладно, собирайте. Это невозможно. Если это враги, что начинается? Начинается война. Правда? Нельзя было просто так прийти кому-то со стороны и взять и набрать этой манны. Нельзя было запастись ею. Нельзя было как-то что-то с ней делать, какой-то бизнес, потому что срок годности не позволял делать всем этим, ну бизнес на этом. Итак, вне стана, вне стана был голод и была пустыня. Вокруг стана было Божье обеспечение. Итак, очень важный момент, друзья. Услышьте его. Бог кормит своих детей в общине. Услышьте это. Еще раз. Бог кормит своих детей в общине. За пустыня. за совершенно другая еда, обычная, человеческая. Она не имеет ничего сверхъестественного. Мог ли ты прожить вне общины? Да, конечно мог, я вас умоляю. Что, мир закончился? Спасибо большое. Конечно же, ты мог пойти жить среди филистимлян, ты мог жить среди мавайтян, да в чем проблема? Ты мог прожить долгую счастливую жизнь. Но знаете что? Ты бы не шел туда, куда шла община. Ты бы не имел части при разделении земли обетованной. Ты бы не мог потребовать и сказать, я извиняюсь, я, конечно, с вами не ходил в 40 лет, я вот там вот жил вот у амонитян, но вот сердцем я был с вами. Просто я смотрел вас по интернету, с горы дальней я вас видел. Либо ты в общине, либо ты не в общине. Если ты в общине, у тебя был свой стан, каждое колено стояло под своим флагом, все знали, где это колено, ты мог жениться, выйти замуж в рамках этого колена, был порядок, была подотчетность, были какие-то заповеди, были жертвы, был хлеб. Но стоя со стороны, ты не мог разделить то видение, которое было внутри. Ты мог дать этому суждение, сказать, хорошо это или плохо, ты мог выразить его, но тем не менее, Бог питает своих детей в общине. Таков его задум. Итак, когда ты уходишь из общины, ты перестаешь быть частью общины, частью Божьего народа. И в твоей жизни перестают действовать Божьи чудеса. Все становится обычным. Утром ты выходишь и песок это песок, никакого манна, все становится обычным. Ты теряешь свое призвание. Ты просто становишься язычником. Может быть хорошим, может быть ты будешь отличаться не такой суровый, как они все, но суть не в этом. Ты не идешь к Божьему призванию. Итак, ты при этом все же мог оставаться в стане израильском. Но не все так просто. Вы знаете, друзья, если человек принимал решение, что все же окей, выгодно остаться. Я, конечно, во все эти мульки не верю, во всякого вот этого бога и все вот эти заморочки. Останусь как минимум, как минимум. Если змея укусит, у нас есть медный змей, если будет голодно, у нас есть манна, если не будет воды, там кто-то стукнет, у нас появится вода, ну, что там еще? Нормально, остаюсь. Хоть я и не разделяю весь этот фанатизм. Нужно, конечно, верить в Бога, но давайте не будем заходить в какие-то крайности. Все это очень интересно, но даже и так ты не мог оставаться. Была проблема заповеди, была проблема взаимоподотчетность друг к другу. Люди жили друг с другом, люди пересекались друг с другом, и какое-то время ты, конечно, мог притвориться, что ты иудей из иудея, и все в порядке, но очень скоро становилось понятным, что на самом деле твоя жизнь, она не совсем выражает то, о чем ты говоришь. Очень скоро, очень скоро ты понимал, что ты отличаешься. Нельзя оставаться в общине Божьей на своих условиях. Нельзя приходить и говорить, послушайте меня так, это будет вот так, и я вам говорю, о-о-о-о, Бог говорит, спокойно, моя община, мои правила, я вас вывел, я даю закон, я даю заповеди, и я вам объясняю, как это должно выглядеть. И мы видим, что, в общем-то, проблема того поколения, которое умерло в пустыне, заключалась именно в этом. Люди пытались навязать свои правила, люди пытались объяснить Богу, как для них будет лучше. Мы не согласны кушать, манну, вы знаете ли, надоело, я требую мяса, кормите нас мясом, свежайшим, Бог говорит, не вопрос, будет вам мясо, не хотите хлеба, будет мясо, так что из зубов полезет. И мы читаем о том, что я не помню точного числа, 27 тысяч человек погибло в один день. Вы представляете, что такое 27 тысяч человек? Просто вдумайтесь, 27 тысяч человек. Я не помню точно, вот сейчас вот не помню, но кто-то мне говорил о том, что во время войны в Афганистане погибло около 20 тысяч человек всего лишь. 15? Я вот что-то помню, что ли 14, то ли 15, но до 20 тысяч всего лишь солдат советских погибло. Какая-то трагедия великая для нашей страны тогда была. Помните, да? Мы сейчас видим отголоски всего этого ужаса. 27 тысяч человек. И это не было локально распределено на объем Советского Союза. это было ну вот в размере одного города, двухмиллионного города. Вы представляете, какой траур, какое потрясение. А все из-за чего? Делайте, как я хочу. Кормите меня на моих условиях. Друзья, тот же самый принцип действует в наше время. В каждой общине существуют определенные духовные дисциплины. Существуют духовные ограничения, существуют заповеди, существуют внутренние порядки, которые обеспечивают сохранность этой общины, обеспечивают вообще функциональность этого организма. И мы понимаем, что Бог учит нас этим принципам. Если ты хочешь пройти пункт от спасения до Царства Божьего, если ты хочешь научиться собирать эту манну, то знаешь что? Вставай и собирай. Сначала будет сложно, сначала ты не будешь счастлив от того, что только солнце встало и пока еще оно высоко не поднялось, тебе надо быстренько бежать и насобирать. А потом со временем ты втянешься, со временем ты привыкнешь и ты поймешь, что это нормально читать Библию и ты поймешь, что использовать какие-то действия типа молитвы, приходить на молитвы, участвовать в каких-то, участвовать в служении, развиваться, это нормально. Так должна жить община. Мы так растем, друзья. Бог придумал для нас такой путь, так он кормит нас. Мы помогаем друг другу в этом, мы служим дарами друг другу, и точно так же мы понимаем, что есть Божьи правила, которые он дает, и мы их принимаем. Я хочу вам так сказать, друзья. Мы перестаем быть частью Божьего народа, перестаем быть частью общины, когда мы уходим куда-то, рисуем на карте свой путь, и говорим, вот это вот именно правильно, это именно, я вам скажу так, это прогрессивно, нужно вот, не вот так вот узко, а нужно вот так вот именно широко, вот все равно мы дойдем, и шо они там, а вот шо вот мы здесь, мы вот здесь во, а они же там не во, да. Друзья, это не работает, потому что мы уходим и начинаем питаться из других источников. И мало-помалу, мало-помалу, эта божественная пища, этот хлеб жизни, он начинает заменяться какими-то суррогатами, которые на самом деле, да, они держат нас в тонусе, да, возможно, они нас очень сильно даже ободряют, вы знаете, в этом мире вокруг нас есть много вещей, которые способны мотивировать, которые способны вдохновить, которые способны прокачать тебя именно в таком прорыве, и твоя жизнь будет на пике. Вы почитаете просто любого бизнес-тренера, и вы увидите, что вся их жизнь крутится вот вокруг этих допингов, о том, как прожить ярко свою жизнь, ярко и бессмысленно, потому что конечная цель, это не та цель, которую Бог ставит перед человеком. Конечная цель известным там и так далее, поэтому они придумывают идеи, типа, мы изменим весь мир, только на своих условиях мы будем его менять. Ну, как бы заповеди где-то там далеко будут. Итак, те же принципы касаются нашей с вами жизни. Мы сегодня здесь, потому что здесь есть Божья манна. Мы сегодня здесь, потому что здесь есть хлеб. Здесь наш дух, он может покушать. Здесь мы можем обогатиться от служения друг к другу. Здесь мы вместе можем поклониться перед Господом. Здесь это происходит. Это то, что мы видим о хлебе. Итак, следующее. Немножко мы коснемся. Когда Ишуа говорит о хлебе, он также говорит о хлебе. То есть, он во время Седера что делает? Он поднимает хлеб и говорит, это есть тело мое. То есть, когда мы берем причастие, когда мы берем Евхаристию, мы размышляем об этом духовном исходе, о тех событиях, которые предшествовали этому исходу. Мы благодарим Господа за то, что Он сделал для нас этот исход возможным вообще как явление, как действие. Я не буду касаться больше темы Евхаристии, потому что это достаточно большая, глубокая тема. Единственное, что я побуждаю вас посмотреть на все то, что происходило на этом Седере с точки зрения исхода. Это связанные вещи. Я думаю, что вы сможете много интересных моментов для себя увидеть. Следующее мы читаем в 1 Коринфянам 10 главе 11 стихе. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся или имеем часть от одного хлеба. Мы все имеем часть от одного хлеба, друзья. Мы часть этого хлеба. мы находимся в этом образе этой буханки, этого хлеба, как маленькие зернышки. Мы все имеем часть в нем. Вы знаете, как делают хлеб, правда? Берут сначала зерно, собирают его. Оно не очень красивое. Если вы видели, как оно выглядит, ну, такое себе, да? Потом его начинают определенным образом обрабатывать. Когда зерна обрабатывают, его отделяют от чего? От выселок, от шелухи, от отрубей. И зерно приобретает совершенно другую ценность. Оно становится немного другим, правда? Потом зерно перемалывается. То есть нечто давится на него, и зерно перестает выглядеть, как зерно. Оно становится мукой, становится порошком, перетертое. И когда вы видите свою муку, вы не можете узнать уже там зерно. Вы можете там увидеть просто порошок. Все перемешалось, все вот так вот выглядит. Потом, как мы делаем хлеб? Мы можем добавить воды. Если это очень простой хлеб, мы можем добавить соли, мы можем добавить дрожжей. И я вам скажу, в общем-то этого достаточно. Правда? Подождем какое-то время, в тепле оно постоит, появится хлеб, его поставят в печку, и все получится. И когда я смотрю на общинную жизнь, я скажу вам, друзья, что так и есть. Мы с вами зернышки. Мы теряем свое индивидуальное, такое вот, как это сказать, свою в определенном смысле индивидуальность. хотя сейчас очень модно именно развивать свою индивидуальность и свою независимость, но мы его теряем, и мы приобретаем коллективное единство. Друзья, очень в разный момент, понимаете, да? Мы теряем определенную вещь, но мы приобретаем нечто большее. С нас слетает вот эта шелуха, эти отруби, и остается, знаете, что? Самое полезное, самое нужное для того, чтобы оставить его в этом хлебе, для того, чтобы оно все было. Господь изливает от духа своего эти воды жизни. Господь солит нас, как когда-то солили жертвы во время их приношения. Господь всыпает немножко дрожжей, которые выглядят очень мало, этой надежды. Вы помните, да, что царство Божье, оно похоже на дрожди, которые всыпает женщина. То есть, оно такое малое, как бы незначимое, и когда мы слышим с вами вот эти разговоры о величии царства Божьего, мы говорим, ну кто я, где оно, где я, неужели я дойду? Но Бог говорит, не переживай, природа царства такова, что из этого малого появится нечто большее, нечто прославленное. И Он помещает нас в печь, Он помещает нас в место, где нам жарко, где где-то может быть даже припекает, для того, чтобы получился хлеб, для того, чтобы получилось нечто особенное, что приятно взять, скушать, чем радостно насладиться. И давайте мы прочитаем 1 Петра 1 главу 3-9 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видел, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасений, душ. Итак, подобно этому золоту, которое было переплавлено, мы становимся тем хлебом, который способен сохранить самое лучшее из зерна. Итак, давайте мы придем к выводу, давайте мы попробуем соединить все то, что мы увидели из Писания. когда мы с вами участвуем в причастии в Евхаристии, друзья, мы не принимаем в себя какой-то магический хлеб, которым мы спасаемся. Таинства не спасают, друзья, они не имеют спасительной власти, ни водное погружение не спасает человека, спаситель Ишуа. Он наш Агнец, который заклан за нас. И он нужен нам, как хлеб для нашего спасения. Он нужен нам, как жертва искупления. Он нужен нам, как тот хлеб, который помогает нам пройти наш путь жизни. Когда мы участвуем в Евхаристии, мы провозглашаем свое единство с телом Христа. Мы показываем направленность своего упования. Мы показываем то, куда мы стремимся. Нашу цель достигнуть Божьей Небесной Родины. Если мы с вами пренебрегаем этой целью, то это приводит к тому, что мы погибаем в пустыне. Как это произошло с большинством тех, кто погиб в ропоте, в неверии, в отступничестве, в невежестве, в своих капризах. Это было поколение, которое не достигло своего призвания. Их дети продолжали собирать манну. Их дети продолжали соблюдать заповеди. И они вошли туда, куда их отцы войти не могли. И я хотел бы еще прочитать напоследок одно место писания. Это 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 стиха. Давайте внимательно сосредоточимся на том, о чем там написано. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. И все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали и в один день погибло их двадцать три тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вы понимаете, друзья, там, когда они читали в Коринфянам это послание, они считали, что достигли последних веков. Прошло две тысячи лет. Я вам скажу, мы больше тогда достигли последних веков. На две тысячи лет мы приблизились, но тем не менее эти образы по-прежнему говорят нам с вами. Мы по-прежнему свершаем свой исход. Мы свободны от греха, но мы должны быть свободны для Бога. Друзья, не забывайте, потому что природа человека осталась та же. Природа человеческого сердца осталась та же. Она нуждается в изменительной силе Бога. И сегодня я хотел бы вас призвать к тому, чтобы вы взвесили свое сердце. Являетесь ли вы человеком, который собирает манну? Являетесь ли вы тем, кто ценит этот хлеб, сходящий с небес? И в данном случае, я говорю, не просто о причастии. И я вам хочу сказать, это лицемерие приходить на причастие и быстренько со всеми мириться. Друзья, вы боитесь разве причастия? Бойтесь Бога, который дает этот хлеб. Вы можете всю свою жизнь принимать причастие и не войти в Царство Небесное. Если в своем сердце не будете искоренять те вещи, о которых говорится в этих местах Писания и в многих-многих других. Вы можете так незаметно оказаться среди тех, кто забыл вкус манны. Вы можете оказаться среди тех, кто смотрит на общину со стороны и просто дает свои циничные комментарии о том, как бы лучше это было сделать и чтобы лучше это было сделать и наслаждающимся вот такой своей уникальностью и особенностью. Послушайте, вы не впечатлите Бога этим. И это недостойный пример к тому, чтобы следовать за вами. Поэтому возвращайтесь обратно. Возвращайтесь туда, где ваш дом, туда, где ваша семья, возвращайтесь туда, где ваша отчизна, где ваше призвание, где Бог ожидает. Мы не идеальные, кто бы сомневался, но коллективно мы двигаемся к Божьей цели. Как получается? Возможно 40 лет, ну значит 40 лет. Мы бы хотели, чтобы это было 40 дней, но возможно не получается. Но мы все равно туда пройдем. проползем, доберемся. Мы хотим находиться в том месте, где Божье чудо, где Божье присутствие. Итак, если вы в своем сердце охладели, если вы понимаете, что вы уже сами не знаете, куда вы идете, что вы делаете, зачем вы это делаете, если вы забыли обо всех этих вещах и хотели обновиться, я приглашаю вас выйти сюда, мы помолимся вместе с вами об об обновлении понимания того изначального Божьего призвания для вашей жизни. Мы будем молиться о том, чтобы Господь помогал вам открывать свои глазки утром и научил вас собирать манну, делиться этой манной, поддерживать друг друга, приносить ее для тех, кто не может выйти из своего шатра и насобирать для себя. Я приглашаю вас выйти вперед. Давайте мы привстанем и те, кто нуждается в отдельной молитве, о тех вещах, о которых я говорил бы, выходите, пожалуйста, мы помолимся за вас. Святой Божий, мы благодарим Тебя за то, что Ты питаешь нас, Ты стал нашим хлебом. Мы лучше бы не могли придумать, как Ты придумал, Боже, Ты посчитал, что вот так лучше всего будет. Позаботился о нас, Господь. Твоя благодать и милость обновляются каждое утро, Господь. Каждое утро, Господи, может быть, мы забываем, может, мы так поздно просыпаемся, что эта манна уже исчезает вокруг нашего стана, и мы занимаемся просто суетой и забыли, как вкусна она бывает, как приятно ее кушать. Напомни нам вкус Твоей манны, Господь. Напомни нам вкус Твоего хлеба. Напомни нам, Боже, какой Ты благой и милостивый. Боже, я молюсь и молюсь о том, чтобы Ты прикоснулся сейчас к каждому человеку, Господь. И я молюсь о том, чтобы Ты обновлял в том призвании, Боже, понимании этого призвания, понимании той цели, которую Ты имеешь для каждого человека. Господь, помоги нам не быть циниками, которые смотрят со стороны на общину, Господь. Помоги нам быть теми, кто находится внутри, поддержкой слабым, Господь, теми, кто приходит, Господь, и приносит Твои жертвы, Тебе, кто поклоняется Тебе в Духе истине, кто поклоняется Тебе, Боже, так как Ты ожидаешь этого поклонения. Мы благодарны Тебе, Отец, мы благодарны Тебе, что Ты заботишься о нас. Я молюсь об обновлении, я молюсь об оживлении, я молюсь, Господь, чтобы Ты помог оставлять ворчание, неудовлетворение, оставлять какие-то, Боже, ссоры и непонятно, что, в сторону, Господь, и принимать мир Твой во имя Ишо, Мессия, чтобы мы, проходя этот путь до Царства Небесного, не проходили его в бунте, Боже, против Тебя, но проходили, Боже, в простоте сердца, в послушании сердца. Благословенное имя Твое, Фасп潤, Глуб err, Боже, 없다, é, Увидимся, то что она может перемешаться, или場но, или, или, или уник,